Сегодня в Великобритании закончился подсчёт голосов граждан на референдуме о выходе страны из состава Евросоюза. Большинство британцев поддержали эту идею – 51,9% граждан решили, что дороги Лондона и Брюсселя должны разойтись. Сторонников сохранения единства с Евросоюзом оказалось лишь 48,1%. Распределение голосов на референдуме о выходе Великобритании из ЕС очень отличалось в разных частях страны. Если жители Англии, кроме Лондона и Уэльса, в большинстве своем выступили за выход из состава Союза, то Шотландия и Северная Ирландия предпочли бы остаться. После объявления окончательных итогов референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о намерении покинуть свой пост. По его словам, новый глава правительства будет назначен до начала октября этого года. В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что решение Великобритании выйти из состава ЕС будет иметь последствия как для России, так и для Европы. Кроме того, российский лидер отметил, что слова британского премьера Дэвида Кэмерона о заинтересованности Москвы о выходе Великобритании из ЕС не имели под собой никакого основания и были попыткой повлиять на граждан Соединенного Королевства. Также после объявления итогов референдума было обнародовано совместное заявление главы Евросоюза Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и действующего председателя Совета ЕС, премьер-министра Нидерландов Марка Рюте. В нем говорится, что Евросоюз ожидает от Великобритании предложений по тесному партнерству после выхода страны из ЕС. А также отмечается, что любое соглашение, которое будет заключено с Великобританией как с третьей страной, должно будет отражать интересы обеих сторон.